Всем здравствуйте! Всем добрый вечер! Я уже вечером решила с вами немножко пообщаться. Дело в том, что сегодня мы ходили по магазинам, просто решили пройтись, погулять по улице и заходили кое-какие магазины. И я решила посмотреть, есть ли в наличии семена лука-сивка. Раньше у нас семена лука-сивка продавались на почте. Ну и в других, конечно, магазинах. Зашли мы на почту, спросили, там говорят, уже всё кончилось. Пошли мимо по улице, дальше проходим, зашли в один магазин. Там оказались семена лука-сивка, всего один сорт, и стоит он 300 с лишним рублей. В другой магазин зашли, он называется Дачница, по-моему. Туда зашли, спросили, там тоже один сорт лука, и стоит он 520 рублей килограмм. Вот, меня такие цены очень удивили. Кстати, может быть, вы напишите, сколько у вас в этом году лук-сивок стоит. Но я решила, что на 520 рублей, говорю, сколько же можно лука купить следующей зимой, например, по ценам сегодняшней зимы. Это же такой мешок лука получится большой, и к тому же не нужно будет ухаживать, полоть, рыхлить, поливать. Просто на 520 рублей купить целый мешок лука. Ну, как вы думаете, есть вариант такой, возможен или нет? Ну, я решила ещё походить по магазинам, посмотреть, и зашли мы в магазин, где продаются семена. И посмотрите, какой я выход из положения нашла, чтобы не покупать лук-сивок. Посмотрите, я купила два пакетика лука. Лук даниловский. Сеется семенами, а можно вырастить репку. Головками лук можно вырастить. Дальше купила лук репчатый айболит, который отлично хранится. Кстати, стоит пакетик 30 рублей, здесь написано. Дальше лук репчатый, одинцовец. 20 рублей стоит, и тоже репка вырастет. Дальше лук красный, лук репчатый, потёмкин называется. 30 рублей стоит он, красный и плоский немножко. Головка луковицы будет чуть-чуть плоская. Кстати, размеры этих головок луковицев, написано, могут быть от 80 до 100 грамм. Вполне нормально, я считаю. Дальше я ещё купила лук-порей карантанский. 15 рублей всего стоит. А вот этот пакетик лука надо было, наверное, сеять под зиму. Но я его только... Я его посею сразу, как только снег сойдёт. Это просто на зелень. Вот этот лук-порей на зелень пойдёт. Вот этот лук русский, зимний. Лук-батун красный. Тоже зелень. Можно всю зелень срезать и замораживать. И он не однолетник, он многолетний лук. Вот такие пакеты с луками я купила. И это всё гораздо меньше, чем 520 рублей. Смотрите дальше, что я купила. Семена, морковь, карамелька. Это цветной пакетик. Детская сладость. Морковь. Самсон, нанская, красная. Кстати, пакетики некрасивые стоят намного дешевле, чем красивые пакеты. Дальше я свёклу цилиндру купила. Египетская плоская. Мулатка. Всё по 10 рублей. Пакеты простые. Базилик фиолетовый. И кресс-салат дукат. Кстати, кресс-салат нужно очень быстро. Он очень быстро растёт, и его нужно очень быстро съедать или срезать. Очень быстро. А смотрите, какой ещё пакетик у меня есть. Витаминный лекарственный сбор. Здесь петрушка. Дальше смотрим. И кресс-салат, и шпинат, майоран, и скорц... Как она называется? Скорц... Скорцомера. Вот, я даже такого не знаю. Но попробую вырастить, что это получится. Не знаю, кто-то растил такую зелень или нет. Скажите, напишите. Редис. Два вида купила. Французский завтрак. И дуру краснодарская. Смотрим дальше. Пакетик. Салат цикорный качанный рубин. Такой тоже никогда не покупала. Возможно, кто-то из вас уже выращивал такой салат. Я не знаю, какой он на вкус будет. Попробуем. Итальянский гигант. Петрушка. Щавель. Бельвийский. Дело в том, что у меня в огороде щавель уже перерос. Там одни корни остались. Надо выкорчевать и свежий посадить. Конечно, я срывала в прошлом году. Делала заготовки. Но пора уже освежить на грядке. Два вида фасоли купила. Но оба вида низкорослые. Масляный король и анфиса. Вот этот пакетик цукини темный. Это с прошлого года остался. Я такие выращивала. А в этот раз я купила кабачок цукини желтый банан. На пакете написано, что очень много плодов у него может завязаться. До 30 штук. Ну, посмотрим, как он у меня врастет. А вот это дынька карамельная. Такую дыню я уже выращивала в прошлом году в теплице. И она у нас выросла. Я сеяла 5 семечек, семян. И выросла. Даже одна была на 5 с лишним килограмм. Очень вкусная. Вот написано. Раннеспелая, сочная, хрустящая, оранжевая мякотью. Точно так она и выросла. Оранжевая, сладкая мякоть была. И очень ароматная дынька. Ну, два вида огурчиков я купила. Герман F1 и Северный поток. Посмотрите на картинке, сколько много их сфотографировано. Северный поток. Ну, не знаю, какие вырастут. Я докупила еще тыквы. Крошка. Тыква-крошка. И тыква крупноплодная. Вот такая. Это новые. Зимняя, сладкая, тоже новая. А вот этот Большой Макс, это я в прошлом году уже сеяла такие тыквы, которые на 42 килограмма у меня выросли. Вот эти тыквы, которые идут от Большого Макса влево. Вот эти все пакетики уже открытые. Я их уже сеяла. Уже знаю, какие они. Ну, а дальше идет капуста. Это прошлогодние у меня семена, которые я выращивала. Краснокочанная, цветная, июньская, слава. Видите, дешевые семена. 10-15 рублей. Огородное изобилие. Самый популярный слой. Сорт. А вот это вот два сорта я сегодня купила. Капуста белокочанная, каменная голова. Каменная голова. Вот как. Это поздняя, очень поздняя капуста. И цветная капуста очень большой размер. Капуста цветная русский размер. Ну, посмотрим, как она у меня вырастет. Так что, кое-какие семена я купила. Возможно, мне еще что-то нужно подкупить. Но это будет уже получаться по мере того, как будет огород мой засаживаться. Вот. Но альтернативу луку, севку, я думаю, что я нашла. Посмотрим, кто такой лук выращивал. Напишите. Конечно, вот этот лук-порей у меня в прошлом году рос хороший. Я его заморозила. Он у меня в морозилке еще до сих пор есть, лежит. Вот такие вот семена. На весь стол разложила, чтобы вам показать. Ну, и у кого какие цены на лук-севок в этом году, напишите, пожалуйста. Мне просто интересно. Вам же желаю хорошего настроения. Приятного просмотра. Это я вам для настроения своих матрешек показала. Ну, и пару лебедей. Чтобы вы всегда были в паре. До новых встреч. Всего вам хорошего.